МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наша сегодняшняя обыкновенная история будет разворачиваться на ложе. В историческом смысле, конечно. Без кровати человеку просто никуда. До третьей жизни, а кто-то и более, мы проводим на ложе. Рождаемся на свет, мы, как правило, в кровати. Самые приятные часы жизни у нас тоже связаны с лежанием. Болеем мы опять же в кровати, в ней же норовим встретить свой последний земной час. Так что история ложа самым тесным образом связана с историей человечества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первоначальным ложем для человека была, по-видимому, земля. Голая земля или с подстилкой из мха, листьев или звериных шкур. Возможно, древний человек поступал так же, как и Одиссей на острове Агиги во владениях нимфы Калипсу. Читаем в Одиссее о славном гомеровском герое. К роще направил свой путь. Она на пригорке открытом, близко лежала от речки. Пробрался под кустом двойной там, сросшихся крепко друг с другом олив, благородный и дикой. Не продувала их сила сырая бушующих ветров, не пробивала лучами, палящими яркое солнце, не проникал даже донизу дождь. До того они густо между собой ветвями сплелись. Одиссей погрузился в эти кусты и под ними нагреб себе тотчас руками мягкое ложе из листьев опавших, которых такая груда была, что и двое, и трое могли бы в ней укрыться в зимнюю пору, какой суровой она не была бы. Под голову наши самые дальние предки клали обрубок дерева или ту же шкуру, но свернутую. Лишь впоследствии деревяшка под голову была заменена специальной подставочкой или жестким валиком, набитым опилками или семенами растений. А само ложе поднялось с земли и стало кроватью в тот самый исторический момент, когда человек переселился из пещеры в хижину. Там он обустроил свой внутренний мир, выложив из камней очаг и разместив убогий скарб. Первобытная кровать похожа на большое корыто. Археологи обнаружили на ней отпечатки плетеной циновки. Спали на таком ложе по нескольку человек. Персональная постель была достижением уже развитых древних цивилизаций. Но и тогда она предназначалась лишь правителем. Египетские фараоны почивали на роскошно украшенных плоских ложах, какими их сохранили для нас гробницы. Эта ложа представляла собой деревянную раму с натянутой на нее ременной или веревочной сеткой. Рама крепилась на четырех ножках, которые, как правило, изготавливались в виде лап льва или волка. Подушку древним египтянам заменяла деревянная подставка для головы. Знойными египетскими ночами она давала ощущение прохлады. В обиходе древних греков были ложи для сна, карбатион. От этого слова, по всей вероятности, происходит и русская кровать, а также клины – лежанки вроде современной сафы. На них располагались забеседы или трапезы. Лежа на клины, читали и писали, заключали сделки, проводя большую часть жизни. Карбатион так описывает Гомер в сцене, где Алкиной принимает в гостях странствующего Одиссея. Велено было меж тем белорукой аретой супруга Алкиноя. Служанкам в сени для гостя кровать принести. Из подушек, красивых, пурпурных, ложа устроить, покрыть это ложа коврами. Сверху пушистым застлать одеялом, чтобы им покрываться. С факелом ярким в руках поспешили рабыни из зала. Быстро на прочной кровати постель для него постелили. Римляне знали толк в кроватях. Причем кровати у них были на все случаи жизни. Собственно, ложа на латыни звучит как лектус. Ложа для сна, то есть в нашем понимании обычная кровать, называлась лектус кубикулярис. Это было подобие современной софы, но на очень высоких ножках. Римляне не ложились в постель, а забирались в нее по специально приставленной лесенке – градус. Римляне уже знали матрасы – кульцита, набитые шерстью, пером и волосом. Они устраивались на кожаных ремнях, натянутых на раму. Подушки еще были редкостью, причем на них часто смотрели как на излишества. Плиний старший – это первый век нашей эры, который вообще постоянно брюзжал на современные ему нравы, негодовал и в этом случае. До того дошла изнеженность, что даже мужской затылок не может обойтись без пуховой подушки. Набивали подушки шерстью, пером и пухом. Особенно ценился пух германских гусей. За него не жалели платить по 20 сестерцей за фунт. Это 327 граммов. Тот же Плиний старший во время своего пребывания в Германии был свидетелем того, как префекты вспомогательных войск снимали с караульной службы целые когорты и отправляли их на охоту за гусями. Знали римляне и перину. Наволочки шили из полотна и шелка. Пурпурные наволочки, ярко-красное одеяло были особенно чтимы. Даже шерсть для подушек и тюфяков нередко окрашивали в пурпурный или фиолетовый цвет. Знаменитый римский атрий был первоначально горницей, а также местом сна матери семейства. Напротив входа в дом была глубокая ниша для ее кровати, смотревшая на атрий. Лектус адверсус. Ложе напротив дверей. Римляне сохраняли эту нишу как знак святости брака. На время свадьбы в атрии, служившей гостиной или передней, выносили символическую кровать. Лектус гениалис. Здесь она стояла на самом видном месте, напротив входа в дом. Никто из гостей не мог миновать ее. Молодые торжественно восседали на этом ложе, усланном цветами. Римляне и греки обходились вовсе без письменных столов, которые им заменяли ложа для занятий. Чтение, письма, лектус лукубраториус. Дословно, ложа, удобная для ночных занятий. Устроившись на нем с ногами, доску для письма или табличку для чтения укладывали на колени. Прием или пиршество в богатом римском доме ассоциируется с ложем на троих, лектус треклинарис, заимствованным у греков. Римляне исходили из того, что число гостей должно было быть не меньше числа грации, то есть не меньше трех. Для этих целей служила застольная кровать лектус дискубриториус. На этой кровати римляне возлежали во время еды обычно по трое. Причем место в центре было самым почетным. Размещением гостей ведал раб номенклатор. Он безошибочно определял статус гостя и на какое место он может рассчитывать. Почетным гостям отводили место на правом ложе суммус. Но самого почетного гостя ждало консульское место на среднем ложе с левого его края, то есть рядом с хозяином, занимавшим верхнее место нижнего ложа. Гости располагались на ложе наискось, и голова находящегося ниже приходилось на середину груди более почетного гостя. Друг от друга обедающие были отделены подушками. От стола их тоже отделяла подушка, на которую опирались левой рукой. В ней держали тарелку, а за едой протягивали правую руку. Во времена империи повадки знати изменились. Архаичный лектус триклинарис уже не соответствовал новым понятиям о комфорте. Он сковывал возможности хозяина дома, привязывая число мест кратному трём. Триклинии сменила сигма, род софы подковообразной формы в виде одноименной греческой буквы. К тому времени четырехугольный стол уступил место круглому. И, естественно, ложа стала тяготеть к ковальной форме. Осталось нам упомянуть и последнее ложе, ложе смерти. На этом похоронном ложе лектус фунебрис римлянин совершал свой последний путь к погребальному костру. Вот так на ложах и протекала античная жизнь. Сначала и до конца. Это была программа Обыкновенная история. Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова